Поздний осенний вечер. Владимир, передергивая плечами от холода, ютился в малюсенькой коморке смотрителя на кладбище. Молодой мужчина волею судьбы попал на это зловящее для него место. Это были его первые сутки работы на городском кладбище небольшого провинциального городка. Весь день он храбрился и успокаивал себя. Ну, что здесь такого? Обычная работа охранника. И следить-то особо незаким. Мертвые не встанут и не забегают, как на футбольном поле. А видеокамера была установлена лишь для того, чтобы отогнать бомжей, которые время от времени появлялись здесь, пытаясь чем-нибудь поживиться. Обычный будний день желающих навестить умерших было немного. Ничто не нарушало кладбищенской тишины. Вот и день прошел. Стемнеет, включу какую-нибудь комедию в телефоне, чтобы не страшно было, планировал Владимир. Но как бы он себя не уговаривал, чем ближе подступал вечер, тем больше нарастало чувство тревоги и страха. А когда начало темнеть, внутри у Владимира все заходило ходуном, а сердце трепыхалось, как птица, загнанная в клетку. Когда стемнело еще больше, у него уже тряслись руки от какого-то тягостного предчувствия. Интуиция его не обманула. Вдруг он неожиданно заметил силуэт мужчины, который склонился над могилой. В руках у него букет из роз. Было уже плохо видно, только тусклый свет фонаря освещал нерадостную картину. Но Владимир увидел, что посетитель этот точно не бомж. Одежда у него не бедная. И сам он, наверное, не из робкого десятка, раз в такой час пришел на кладбище. И что же его привело сюда так поздно? Молодой мужчина недоумевал, почему так получилось. Постояв немного у могилы, мужчина переступил с ноги на ногу, дотронулся рукой, достершись от времени фотографии. И собрался было идти обратно, как вдруг сзади него выскочила тень в белом саванне. Рядом с могилой, где он стоял, мелькнула еще одна тень в белом. А вот еще одна и еще. Силуэты в белом прятались за могильные плиты и выскакивали из-за них, как чертики из табакерки. Мужчина, не успевший отойти от могилы, схватился за сердце. Потом послышались два глухих хлопка. Это последнее, что увидел и услышал Владимир. Через мгновение тень в саване со страшной маской смерти вместо лица оказалась рядом с его коморкой всего в паре сантиметров от него. «А-а-а-а!» Закричал, а вернее сказать, захрипел в сторож. От леденящего душу страха у него перехватило дыхание. Владимир выскочил из коморки и побежал, что есть сил. Он миновал кладбищенские ворота, выбежал на дорогу. Телефон забыл в коморке, поэтому позвонить и вызвать такси не мог. Мужчина настолько был напуган, что чуть не выбросился под колеса первой попавшейся машины. «С ума сошел?» «Глаза дома забыл!» «Ненормальный!» – закричал на него, едва успевший затормозить водитель. «Помогите, пожалуйста, меня преследуют. Отвезите до центра города!» – умолял Владимир. «Э-э-э, нет! Я с криминалом связываться не собираюсь. Вон отсюда!» – ответил водитель. «Нет, не криминал. Меня преследуют собственные страхи. Пожалуйста, я заплачу двойную цену!» – взмолился Владимир. «Придурок точно! Психбольница по тебе плачет! Ладно, садись, я сегодня добрый. Только по двойному тарифу, как обещал!» – сказал водитель. Владимир знал, что кошелек всегда при нем, во внутреннем кармане куртки. Всю дорогу мужчина не мог успокоиться, его колотила мелкая дрожь, руки он прижимал к себе, потому что они тряслись, как последние листья на осеннем ветру. Слава богу, водитель оказался понимающим, он не стал связываться с ненормальным и не задавал лишних вопросов. Только с удивлением изредка поглядывал в водительское зеркальце на странного, еще достаточно молодого мужчину, испугавшегося так, как будто за ним гналась тысяча чертей. Наконец Владимир оказался дома. Он принял теплый душ и прилег на диван под старый, но очень уютный плед, и только через полчаса почувствовал, как начали отходить от тряски руки и ноги. Со стороны может показаться удивительным и даже смешным, как взрослый здоровый мужик, которому уже с гаком за тридцать, боится покойника в кладбище всего того, что связано со смертью. Всю правду об этом знал только сам Владимир, знал наизусть, с детства, и так до конца не мог с этим чувством страха справиться. Когда он был маленьким, бабушка часто ему говорила, «Смотри, Вовка, если не будешь слушаться взрослых, придет и заберет тебя с собой баба-яга или Кощей». Вовка живо представлял себе эту картину, да так, что она навсегда засела в его голове. И если другие дети просто посмеивались над этими сказочными персонажами, то Вовка, наоборот, боялся Игу или Кащея, как огня. Когда бабушка ушла, тихо, во сне, Володе было восемь лет. Накрытую белой тканью, ее выносили из подъезда. Мальчик в это время как раз находился на лестничной клетке. Вдруг в какой-то миг от небольшого дуновения ветра уголок ткани съехал вниз, и Вовка увидел белое, безжизненное лицо бабушки с синими губами. С этого момента в детской душе окончательно поселилось чувство страха перед смертью. Мальчишки, школьные приятели Вовки, зная о его недостатке, специально выдумывали и рассказывали страшные истории про покойников и кладбище. «Ну что, Вовка, пойди в штаны уже наложил», – хохотали над ним его одноклассники. Особенно любил издеваться над Вовкой Андрей. Он каждый раз придумывал новые страшилки и наблюдал за реакцией Вовки. Его забавляло то, как парень меняется в лице и трясется от страха. «Володя, но почему ты позволяешь так издеваться над собой? Побари, наконец, этот страх, иначе все будут считать тебя трусом», – говорил мальчику отец. Но Вовка ничего не мог с собой поделать и продолжал бояться. Тогда отец принял решение перевести его в другую школу, где можно будет начать все с чистого листа. Очень скоро и там узнали о недостатке мальчика и начали над ним подтрунивать. История повторилась. А соседский парень Андрей жил с ним в одном доме и по-прежнему не давал прохода. «Что, все еще боишься? Тебе лет-то сколько? А как раньше кажется, что баба-яга придет и заберет тебя», – смеялся Андрей. Молодой человек ничего не мог возразить в ответ, так как все, что говорил Андрей – правда. Этот день Вовка запомнил навсегда, потому что тогда впервые отец сказал обидные для него слова. «Мне стыдно за тебя, сын. Ты трус». Он как мог пытался избавить сына от маниакального страха. Даже отдал Вовку в секцию боевых искусств. Володя не боялся противников и стал одним из лучших учеников тренера. Участвовал в соревнованиях и даже занимал почетные места. Но страх перед покойниками как был, так и остался. Как нарочно, по жизни Вовку сопровождали явления, связанные с потусторонним миром. Невзначай ему попадался на глаза автобус с надписью «Ритуальные услуги» или гроб с телом покойника, который погружали в катафалк для того, чтобы отвезти на кладбище. Все это только усиливало его страх. Шли годы, вот уже Вовка заканчивает школу. У отца не было сомнений по поводу того, отдавать или нет сына в армию. «Конечно, пойдешь служить. Может, там, наконец, станешь мужиком и выбросишь эту дурь из головы», — напутствовал сына отец. Служба прошла успешно, во многом благодаря опыту, который Володя приобрел, обучаясь в секции боевых искусств. Он был физически развит, и его не коснулась дедовщина. Вот только удивляло начальство поведение Владимира, когда дело доходило до боевых учений и имитации боя с противником. «А там точно не будет убитых?» — испуганно спросил юноша. «Господь с тобой, что ты такое говоришь?» «Конечно же нет», — ответил командир. Странные речи Владимира насторожили, его даже направили на психическое обследование. Видимо, решили, что у него поехала крыша. Но обследование не обнаружило никаких отклонений в психическом здоровье молодого человека. Вернувшись домой, Владимир поступил в техникум, и через два года с отличием его закончил, получив специальность сантехника. Устроился на работу, благо рабочие руки сейчас на расхват. Жизнь потекла размеренно и спокойно до того момента, когда однажды в своем дворе он увидел потрясающей красоты девушку. Голубые глаза с длинными ресницами, золотистые, как пшеница волосы, чувственные губы, точеная фигура. Он остановился и завороженно смотрел на нее. Девушка, заметив его пристальный взгляд, улыбнулась и прошла мимо. Владимир еще несколько секунд стоял, не двигаясь, и вдыхал аромат ее духов. Даже сейчас, спустя 15 лет, он помнил этот запах, будто это было вчера. С каждой минутой мужчину отпускало ужасное оцепенение, которое охватило его сегодня на кладбище. Ему даже в голову не приходило, что будет утром, когда узнают, что он сбежал со своего поста. Река воспоминаний настолько увлекла его, что обо всем остальном он и думать забыл. Чувство к девушке возникло невероятной силой, что не утратилось и по сей день. Раньше Владимир сказал бы, какая ерунда, такого не бывает. Сказал бы, наверное, если бы это произошло не с ним. В тот самый первый миг случайной встречи в голове у него отчетливо возникла мысль, «Эта девушка будет моей. Обязательно будет моей». «Эй, привет, дружище!» «Вовка, что стоишь, разинов рот?» – окликнул его сзади мужчина. «Это был Андрей. Как он преобразился. Одет с иголочки, деловой вид, дорогая машина». «Привет! Потрясающе выглядишь! Где ты сейчас? Чем занимаешься?» – спросил Владимир. Несмотря на то, что Андрей насмехался над ним в детстве из-за его страха перед покойниками, поднимал насмех перед другими ребятами. Владимир простил его. Он никогда не был злопамятным и обидчивым. Как позже выяснится, зря. «Да так, небольшой строительный бизнес. Вот родителей заехал проведать. А ты по-прежнему здесь живешь?» – спросил Андрей. Владимир кивнул головой и в свою очередь задал вопрос Андрею. «Ты случайно не знаешь, кто эта девушка, которая сейчас шла по двору?» – поинтересовался мужчина. «Знаю. Это Наташка. Она в педагогическом учится. Здесь квартиру снимает. Запал, что ли, на нее, красавчик?» – усмехнулся Андрей. «Она самая красивая девушка на свете. С восхищением», – сказал Владимир. «Да ничего так. Только на таких, как ты, подобные девицы редко обращают внимание. Их не купишь просто комплиментами и улыбками. Они деньги любят, и желательно побольше», – попытался остудить пыл Владимира Андрей. «А ты откуда знаешь? Я добьюсь ее расположения. Слово даю», – уверенно сказал Владимир. «Ну-ну. Дерзай, Ромео», – с ухмылкой ответил Андрей. Молодой человек даже не подозревал, какую злую шутку с ним сыграет это откровение с Андреем. Весь вечер Владимир был сам не свой. Он все время думал об этой девушке Наташе и решил, что, когда ее увидит в следующий раз, то не даст пройти мимо. Андрей, после посещения родителей по старой памяти, захотел повидаться со своими бывшими дружками-одноклассниками. Узнать, как у них дела – это само собой. Но главное – покрасоваться перед ними, показать, каким успешным он стал. Захватив две бутылки дорогой водки, Андрей вечером пошел на привычное место встречи со школьными друзьями. Владимира среди них не было. Он никогда не входил в эту компанию, потому что из-за детских страхов все считали его немного с приветом. «Ну что, други мои, накатим за встречу», – предложил Андрей. Закуски было немного, поэтому все быстро опьянели. Начали вспоминать свои школьные годы и заразительно смеяться. Когда на ум пришел чудак Вовка, хохот поднялся еще громче. Андрей рассказал про сегодняшнюю встречу с ним, и, конечно же, о том, как Вовка собрался приударить за Наташкой. «Давайте над ним подшутим, как раньше в детстве. Я сделаю так, что через пять дней эта Наташка будет на задних лапках скакать около меня. С моими-то деньгами и перспективами сделать это очень просто. Отобью я ее у Вовки-дурачка, а когда расскажу о его причудах, так она вообще в его сторону даже не взглянет», – хвастался Андрей. «Андрей, может, не нужно этого делать? Ну, это уже слишком. Может, ей Вовка понравится и будут жить вместе? А ты ведь ее не любишь. Зачем она тебе?», – сказал один из друзей. «Егорка, давно ли такой правильный стал? Из вредности хочу сделать. Ну, не нравился мне никогда этот Вовка. Не люблю я психов. Хоть он и прикидывается нормальным, а все одно – псих. Ладно, давайте по последней. Мне уже пора», – прервал разговор Андрей. Оба, Андрей и Владимир, сдержали свое обещание. Оба завоевывали расположение Наташи. А она, конечно, не ожидала такого двойного напора и сомневалась в выборе. Ей нравилась искренность и нежность Владимира. Его глаза, наполненные восхищением и любовью, несомненно, подкупали. А еще он умел делать приятные романтические сюрпризы, украсить подъезд лепестками роз, спеть песни под окном. Это далеко не полный набор чудес, которыми умел удивить Владимир. Андрей же, хорош собой, конечно, по внешнему виду, превосходил Владимира. Серьезный и целеустремленный молодой человек. В свои двадцать с небольшим лет он был состоявшимся бизнесменом. У него есть собственное дело, которое приносит неплохой доход. В перспективе маячило расширение бизнеса. Андрей не витал в облаках, как Владимир и был прагматичным трудягой. Но с ним было надежно, как за каменной стеной. По крайней мере, так казалось Наталье. Все же девушка тяготела больше к Андрею, красавице и состоявшийся по жизни человек. Андрей был прав, когда говорил, что женщины предпочитают таких, как он мужчин, особенно не нуждаясь в ахах и вздохах при луне. Но Владимир не уступал. Ему казалось еще несколько шагов, и он завоюет сердце Наташи. Девушка задумалась, кого же выбрать, Андрея или Владимира. Все решилось быстро, одним днем. Андрей понял, что Наталья сомневается и пошел ва-банк. Он рассказал девушке о недостатке Владимира, его маниакальном с детства страхе перед покойниками и кладбищами. Он как хирург вероломно раскрыл тайну болезни пациента. Но Андрея это совсем не смущало. Цель поставлена, и всевозможными путями необходимо ее достичь. Тем более Наталью он бил, и все ухаживания были направлены лишь на то, чтобы утереть нос Вовке. Жестоко, но это правда. Родители и друзья отговаривали его от этого шага, но Андрей упорно твердил. Я поспорил и докажу, что прав. Тысячу раз прав. Ну а потом... Наталья девка красивая, так что думаю, стерпится, слюбится. А если нет, что ж, разойтись никогда не поздно. Наташа долго раздумывала, прежде чем сказать правду Владимиру. Наконец решилась. «Знаешь, Вов, ты меня извини. Ты очень хороший человек, но я выбрала другого мужчину. Прости еще раз». Для Владимира эти слова были сродни удару электрическим током. Он-то думал, что все хорошо, и не подозревал, что у Наташи есть еще парень. Но молодой человек не хотел сдаваться, он попросил дать ему еще один шанс. «Наташа, подожди хотя бы до завтра. Я докажу тебе, что ты ошибаешься, и я тот, кто тебе нужен». «Хорошо, Володя», – ответила девушка. На следующий день Владимир вложил практически все свои накопления за полгода в дорогое кольцо и шикарный букет роз, чтобы сделать предложение Наталье. Из магазина он спешил обратно к дому, но вдруг остановился в оцепенении. Из одного подъезда, находящегося рядом с ним дома, выносили гроб с телом покойника для последующего погружения в катафалк. Чувство навязчивого страха, с которым он никак не мог справиться с детства, снова охватило Владимира. Как будто что-то помутилось в его сознании. Прийти к Наташе он смог только вечером. Долго звонил в дверь, но безрезультатно. Его заметила женщина из соседней квартиры. Наталья съехала сегодня днем, за ней на машине приехал молодой человек. «Возьмите, пожалуйста, это вам». Владимир протянул ей букет роз, предназначавшихся Наталье. «Спасибо, неожиданно», – ответила женщина. Владимир, не помня себя от горя, пришел домой. Он пытался дозвониться Наталье, но она не брала телефона. Вот и все. Он корил себя за то, что последний шанс на счастье потерял из-за своих дурацких страхов. Наверное, это его крест на всю жизнь. Спустя время он узнал, что Наталья вышла замуж за Андрея, того самого, которому он имел неосторожность рассказать о своих чувствах к Наташе. У них родился сын. От подлости Андрея, совершенной по отношению к нему на душе, становилось еще больнее. «Не переживай, сынок, еще влюбишься, женишься, все будет хорошо», – говорил ему отец. «Нет, отец, нет, я однолюб», – отвечал ему Владимир. «Это ты сейчас так думаешь? Время покажет. Дай бог все изменится», – не терял надежды отец. Год за годом пролетело 30 лет. Жизнь Владимира проходила размеренно, монотонно. Он съехал от отца, работал частным мастером сантехники, подрабатывал охранником. Так и не женился, говорил, что его единственное осталось в прошлой жизни. Зародившееся еще в детстве чувство страха перед покойниками не проходило. С возрастом оно прогрессировало, на этой почве развилась мигрень. Врачи в один голос говорили, от этой фобии нужно избавляться окончательно, иначе все может плохо кончиться. Кто-то из знакомых посоветовал ему устроиться на кладбище, мол, по принципу «клин клином вышибает». Не вышибло. Сегодняшний первый и последний день работы там это доказал. Надо что-то еще предпринимать. «А надо ли? Зачем мне такая жизнь? Ради чего?» – спрашивал сам себя Владимир. И не находил ответа. Почувствовал, как глаза его закрываются, и он провалился в сон. Ему повезло. От развивающейся депрессии спас армейский друг Сергей. Он предложил ему работу в своей фирме по оказанию сантехнических услуг. Дела фирмы шли успешно. Вскоре Владимир стал компаньоном Сергея, а потом его заместителем. Он с головой ушел в работу, и его личные проблемы постепенно отодвинулись на второй план. Однажды утром секретарь позвонила и сказала. «Владимир Иванович, к вам посетитель адвокат Лавров». «Адвокат?» – удивился Владимир. «Пусть проходит». В эту же минуту дверь открылась и вошел презентабельного вида мужчина, держа в руке портфель с документами. «Здравствуйте, я адвокат Андрея Костенко. Мне требуется ваша помощь», – сказал мужчина. «Это тот самый Андрей, который испортил ему жизнь». «Я не могу ничем вам помочь и, честно говоря, не хочу», – ответил Владимир. В его голове, как молния, пронеслись те гадкие поступки, которые совершил Андрей. Но все они вместе взяты ничто по сравнению с тем, как он увел у него Наташу. «Нет, можете и должны помочь. Три года назад вы работали смотрителем на кладбище, ведь так?» – продолжал задавать вопросы адвокат. «Вы меня с кем-то путаете. Я на кладбище работал всего один день», – недоумевал Владимир. Вот именно в тот вечер и случилась там бандитская перестрелка. Один из ее участников был убит и обвинили в этом моего подзащитного Андрея, так как он по бизнесу с ним когда-то пересекался. «На кладбище Андрей оказался совсем случайно, просто зашел на могилу родителей», – рассказывал адвокат. «И что? Нужно было самому доказывать свою правоту?» – пытался избавиться от назойливого адвоката Владимир. «Доказывали, но суд признал доказательства недостаточными. Андрея осудили на 10 лет, из которых два года он уже провел в колонии. Но мы не теряем надежды, вновь и вновь обжалуем решение суда. Скажите, может, вы видели момент перестрелки?» – спросил адвокат. «Ничего я не видел. Они все были в белых саванах и масках смерти. Не понимаю, зачем весь этот маскарад был нужен? Наверное, для устрашения. Я не выдержал этого ужаса и сбежал оттуда», – ответил Владимир. «Жаль. Я на ваши показания надеялся. Извините за беспокойство», – с сожалением произнес адвокат и направился к двери. «Стойте. Там работала видеокамера. Нужно узнать, может быть, пленка сохранилась», – вспомнил Владимир. «Отличная новость. Спасибо», – обрадовался адвокат. Этому подлецу Андрею опять повезло. Пленку удалось найти. И на ней было явно видно, что он невиновен в совершении преступления. Состоялся суд, его оправдали и освободили. Когда Андрей узнал, кого ему нужно благодарить за свое спасение, он расплакался как ребенок. Вскоре после освобождения он пришел к Владимиру. «Ты… зачем ты здесь?» – спросил Владимир. «Я знаю, ты не хочешь меня видеть. Но я только хочу попросить у тебя прощения за все», – сказал Андрей. «Можешь не утруждаться. Все в прошлом. Иди к семье, нам не о чем с тобой говорить», – ответил Владимир, едва сдерживая нахлынувшие эмоции. «Да нет у меня семьи. С Наташей мы разошлись через год после свадьбы, а сын и знать меня не желает. Они вдвоем живут. Наташа серьезно больна, но так обиделась на меня, что даже не берет денег на лечение», – с грустью сказал Андрей. Вечером Владимир уже был у Наташи. Он бежал, перемахивая через две ступеньки, как в молодости. Дверь открыла женщина, постаревшая и с отпечатком болезни на лице. Но все те же красивые глаза и улыбка, в которые когда-то влюбился Владимир с первого взгляда. Он так хотел ее вылечить, что готов был отдать все деньги, все имущество и всего себя, только бы она поправилась. И у него получилось. Забота Владимира, компетентность врачей и желание Наташи жить сделали свое дело. Женщина пошла на поправку, но, как оказалось, не только она. Владимир и думать забыл о своей боязни покойников. Желание спасти любимого человека перебороло все старые страхи. Сейчас его Наташа рядом с ним. Теперь Владимир точно знает, что чудеса случаются. Нужно только в это верить.